Месяц назад рядом с этой стройкой на улице Гагарина в Самаре было не пройти. Грузовики, выезжавшие из площадки, грязь на колесах разносили по всей округе. На недобросовестных строителей местные жители пожаловались в административную комиссию железнодорожного района. За нарушение правил благоустройства прорабу пришлось заплатить штраф на первый раз минимальный 20 тысяч рублей. Санкции могли бы быть гораздо серьезнее, но строители быстро исправились, привели в порядок улицы и установили пункт мойки колес. Грязи здесь нигде теперь нету. Территория тротуара, люди ходят свободно. А если бы реакция не последовала у данных граждан, тогда был бы протокол составлен на юридическое лицо и штрафы были бы каждодневные. Как вы понимаете, 150 тысяч рублей на юридическое лицо – это немаленькая сумма. Рейды по районам административные комиссии проводят регулярно. С нарушителями правил благоустройства не церемонится. Штрафы за разрытый асфальт, грязь и мусор выросли в десятки раз. Жестче стал и контроль за работой самих комиссаров. Теперь им еженедельно предстоит отчитываться о результатах проверок. Совместно с полицией административные комиссии должны помочь навести порядок в городе. Это один из основных рычагов, который мы можем использовать в борьбе с грязью на улице, в борьбе с исписанными стенами, с граффити, с объявлениями в неустановленных местах. Это основной наш механизм, через который мы можем влиять. Мы постараемся активно поработать в плане благоустройства, в наведении чистоты и 25 мая какой-то будет результат. В апреле административными комиссиями было рассмотрено полторы тысячи дел и каждый второй протокол связан с нарушениями в сфере ЖКХ и благоустройства. Помогают наказывать нарушителей и горожане. По телефонам горячих линий, открытых в каждом районе Самары, поступило больше сотни обращений. Павел Баймаков, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.